Сегодня вековой юбилей. В кругу родных и близких отмечает Фёдор Владимирович Смородин. Поздравить ветерана приехало большое количество людей, в том числе и официальные лица. Самший юбиляр поделился секретом долголетия с нашей съёмочной группой. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. Фёдор Владимирович Смородин родился в Усть-Джугуте. После школы работал трактористом. 9 мая забрали в армию, а 22 июня началась война. Был курсантом лётного училища. Многое пришлось пережить, но героически выстоял и дошёл до Австрии. И там встретил победу. Награждён бесчетным количеством медалей и наград. Построил дом, в котором более 65 лет прожили рука об руку с супругой Надеждой. К сожалению, 5 лет назад она ушла из жизни. Вместе воспитали двоих детей, четверых внуков и 10 правнуков. Сейчас рядом скрашивает жизнь и не даёт скучать боевая подруга, которой скоро 92 года. Уважаемый Фёдор Владимирович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени, поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю вам здоровья и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поздравительный адрес главы республики зачитал Александр Иванов. Примите самые тёплые и сердечные поздравления с юбилеем 100-летним со дня вашего рождения. Вы являетесь примером отваги, патриотизма, беззаветного служения родному Отечеству. Правнуки говорят, от прадеда переняли твёрдость характера и любовь к родине. Очень хотят быть на него похожими. Я запомнил, как мы с ним постоянно ходили на парады на 9 мая. Мы с ним всегда ходили с бессмертным полком на возложение цветов. Я вот всегда с ним вдвоём ходил на праздники все семейные, всегда вместе были. Дедушка очень заботливый. Дочь Татьяна чтит традиции семьи, которые с детства прививали им родители. Много людей собирается, всегда очень добрые слова говорят и пожелания. И вообще наш весь род только говорит, что дедушка нас держит, весь наш клан. 100 лет – это дата большая, но людям нужно здоровье. Спасибо врачам всем, спасибо соцработникам. Все-все-все нам помогают. Администрации вообще все нам очень помогают. Что же касается самого юбиляра, то на вопрос о секрете долголетия ответил чётко. Трудиться и не лениться. Вот что пожелал Фёдор Владимирович Республике в 100 лет. Люблю я Карача и Черкесию. Пусть она процветает и живёт хорошо. Я желаю, чтобы они все были здоровы, крепкие и вот дожили до таких лет, 100 лет. Альбина Курачинова, Кенжива, Расул Бердеев. Вести, Карачаево, Черкесия, Усть-Жигута.